спасибо большое наша у меня видны кто-то из участников у меня виден кто-то нет но я все равно еще раз хочу всех поблагодарить кто сегодня пришел на лекцию кто интересуется этой темой меня зовут татьяна смольник я сейчас секундочку у меня что-то не совсем получается с презентацией но я сейчас буду стараться переключать вот значит меня зовут татьяна смольник я медиатор системных семейных расстановок по методу идриса лаура я энерготерапевт совместно с надежда шифранович которую я надеюсь большинство из вас хорошо знает мы основали такое тренинговое пространство грани проводим расстановки проводим тренинги индивидуальные консультации и сегодня мы хотим поговорить о том каким образом законы функционирования систем влияют на наше самочувствие на то как мы переживаем вот этот сложный период и самый главный вопрос на который мы обязательно сегодня ответим и найдем этот ответ на этот вопрос каким образом себя поддерживать в ресурсном состоянии где набрать силу для того чтобы пережить скажем так непростой период непростые времена вот что нам с этим можно сделать и перед началом лекции я хочу коротко сказать о том что все эти знания я получила в свободном университете самодева его основатели дрис лаур около недели назад ушел из жизни и в том числе я эту лекцию посвящаю и ему тоже и также я хочу поблагодарить всех своих учителей александра бельцера ваню маркович калинде обрек лару ноги карим у алана фальду ци всех у кого я обучалась вот и всех моих коллег кто эти методы практикует и кто использует по благо люди и для того чтобы вообще начать и вообще понимать о чем мы с вами говорим начнем мы с того с определения что же такое система как вообще это понимать что как вообще к этому относиться на самом деле системой можно считать совокупность нескольких элементов которые функционируют по определенным законам и находятся в определенных взаимоотношениях может быть такое немножко громоздкое определение но по сути говоря мы с вами очень хорошо скажем так в с разными системами взаимодействия и очень хорошо разные системы знаем потому что наше человеческое тело или наш человеческий организм это та система с которой мы имеем дело практически с первого дня нашей жизни эта система наших органов которые в свою очередь составляют систему функционирования жизнедеятельности организма опять же органы состоят из целой системы клеток все это весь этот организм все и все вся эта совокупность управляется определенным образом функционирует по определенным законам и конечно чем лучше взаимодействует и чем лучше связаны друг друг с другом наши органы естественно тем лучше мы себя чувствуем в целом как как человек как человеческое существо если мы говорим о взаимоотношениях людей то уже два человека когда вступают какие-то взаимоотношения когда вступают какие-то связи это уже система то есть на самом деле к примеру молодой парень молодая девушка которая например создают новую семью они уже являются новой системой по отношению например к своим родительским семьям и мы на самом деле действительно с самого рождения и еще до рождения мы принадлежим очень разным системам самая первая система такая человеческая система это наша семья наши родители мама и папа благодаря которым мы появляемся на свет и в эту же систему входят все наши братья и сестры даже те которые не родились они тоже относятся к нашей системе мы называем это система семьи происхождения далее следующая уже большая система это система нашего рода это система наших родителей два больших крыла мамин род папин род они просто вот образуют такую большую воронку когда мы на мы находимся на 3 воронки и к нам стекается вся энергия как два больших крыла два больших таких канала мамин род папин род и мы получаем из 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 нашей родовой системы огромное количество энергии далее мы входим в систему народа или народов если у нас есть предки разных национальности и разных народов если посмотреть еще больше масштабе мы входим в систему государства здесь есть такой интересный момент на самом деле кто верит в ангелов говорят что каждое государство находится под защитой определенного ангела и когда мы владеем языком или изучаем язык на котором говорят на 1 территории мы дополнительно получаем поддержку вот еще и ангела который скажем так покровительствует этой территории соответственно если мы изучаем несколько иностранных языков ну значит больше ангельской поддержки в этом деле получаем поэтому еще с этой точки зрения очень полезно изучать языки можно поставить в чате плюсики кто например владеет не не только русским белорусским языком еще изучает иностранные я знаю что вызываю очень многие посещают курсы иностранных языков так что можете поставить плюсики но будем знать что вот у нас еще есть люди которые скажем так имеют возможность получать дополнительную ангельскую поддержку еще в большем масштабе вот спасибо что я уже вижу плюсики отлично еще больше масштабе например если есть например большая система женщин и большая система мужчин это отдельная система и мы тоже принадлежим по гендерной принадлежности есть социальные системы которым тоже мы принадлежим по мере взросления это там система детского садика школы учебного заведения предприятия спасибо большое я вижу посмотрите какие вы молодцы есть большая система например узб университета золотого века которые тоже вы все принадлежите и такие социальные системы вот и конечно же мы все с вами принадлежим к большой системе всего человечества семь с лишним миллиардов человек и поскольку мы отдельные элементы системы всего человечества здесь нужно помнить о том что мы не просто являемся элементами большой системы человечества мы еще имеем возможность создавать связи но практически с любым человеком на земле говорят есть такая теория но на самом деле если в этом разобраться это правда что до любого человека неважно на какой ступени власти он находится или в каком уголке мира он живет мы можем дотянуться всего лишь через шесть знакомых рук я знаю кого-то кто знает кого-то кто знает кого-то кто знает практически любого человека на этой земле есть даже такой хороший фильм российский на эту тему там какие-то по номеру елки я уже не помню какие но на самом деле это правда это правда состоит в том что на сегодняшний день у нас внутри есть возможность есть способность вступать в связь с любым человеком на земле то есть мы на сегодняшний день нам вернее для нас не является преградой не национальность не возраст не полчеловека не его например какая-то какой-то его иерархический статус не цвет кожи мы на самом деле лояльны ко всем у нас сейчас такой уровень сознания что мы можем вступать в связь как минимум просто поговорить даже не развивать отношения просто поговорить пообщаться мы можем с любым человеком учитывая интернет учитывая всемирную паутину в общем сейчас это не составляет никакого никакого труда но здесь есть еще один момент о котором мы будем тоже говорить дополнительно о том что сейчас мало то что мы можем вступать скажем так в отношения с любым человеком на земле мы как люди мы чувствуем общее состояние человечества мы находимся с этим в резонансе и конечно же вот это большое количество эмоций которые сейчас не всегда позитивные конечно они на нас влияют и далее я хочу перейти к вопросу о том что на самом деле все системы функционируют по определенным законам сегодня мы будем эти законы рассматривать но я хочу вам задать вопрос можно написать в чате напишите пожалуйста как вы думаете для чего нам нужно ну как минимум знать законы по которым функционируют системы большие маленькие неважно как вы думаете для чего нам это нужно для чего нам это может быть полезно если есть какие-то мысли вы можете написать ну на самом деле я так понимаю возможно кто то еще пишет но я могу сказать во первых мы все с вами хорошо знаем что незнание законов она не освобождает от ответственности это не означает вот совершенно верно татьяна спасибо правильно реагировать на ситуации конечно мы можем более осознанно выстраивать какую-то линию поведения совершенно верно конечно когда знаете какая история вот на самом деле когда мы знаем законы нам гораздо проще и ну внутри себя как минимум или в своим поведением не нарушать их все верно да 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 совершенно верно находить взаимопонимание все правильно ориентироваться в современном мире по сути говоря нам гораздо проще выйти из страдания да 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 все все совершенно верно все совершенно правильно и мы поговорим о том о главных на самом деле у нас есть такие большие мета принципы которые которые определяют функционирование всех систем и об этом будем подробно говорить есть высшие принципы по которым живет родовая система живут вернее родовые системы как они и будем разбирать как они на нас влияют и так первый принцип это мета принцип реальности звучит крайне просто реальность такая какая она есть и в этом на самом деле никогда нет проблем на самом деле нам как это как это правильнее выразиться на самом деле мы где-то с этим очень согласны когда мы проводили тренинг по ненасильственным по эффективному общению у нас был такой молодой человек парень александр для которого на самом деле вот этот закон вот эта мантра реальность такая какая она есть он стал определяющим для того чтобы не очень сильно поменялась линия поведения и вот александр понял что на самом деле у нас есть выбор каким образом реагировать на ситуацию мы не обязаны раздражаться даже когда у нас есть повод для раздражения мы не обязаны реагировать или мы можем выбрать каким образом реагировать оставаться в спокойствие оставаться в безмятежности оставаться в ровном состоянии не гневаться то есть на самом деле мы выбираем эту линию поведения французы говорят да это так и здесь очень важно понимать что на самом деле есть как бы два таких вида сопротивления когда мы можем сопротивляться всему что происходит с одной стороны это сопротивление внешне если мы с вами берем вот ситуацию которая сейчас складывается в связи с коронавирусом каким образом выражается внешнее сопротивление например человек говорит как знаете как как наш президент я этот вирус не видел а значит его нет поэтому я себя буду вести так как веду и собственно говоря будь что будет такое внешнее сопротивление активное я не слушаю что говорят мне все равно я не реагирую на предупреждение я веду себя так как я считаю нужным такое внешне сопротивление мне рекомендуют оставаться дома например не посещать людные места но я все это игнорирую я продолжаю там пример не защищаться без маски ходить и так далее ходить там например по людьми места такое внешне активное сопротивление с другой стороны гораздо хуже когда мы сопротивляемся реальности внутри себя реальность такая какая она есть страдание начинается тогда когда мы этой реальности сопротивляется и вот это сопротивление если мы имеем ввиду внутреннее сопротивление она может выражаться в том что мы испытываем негативные эмоции по отношению к ситуации да мы согласны с тем что сейчас например нужно оставаться дома не посещать людные места но при этом мы постоянно вспоминаем о том как было хорошо когда мы например могли ходить на занятия по йоге и я в том числе между прочим я тоже сейчас вместе с надеждой занимаюсь йогой по скайпу как было хорошо когда можно было например в любой момент сесть в автобус и вы куда-то выехать на дачу или еще куда то как было хорошо когда можно было встречаться с друзьями это внутри нас вызывает большое количество грусти или еще какого-то сопротивления или я начинаю скучать или я начинаю испытывать раздражение потому что ну не только же я нахожусь дома у меня еще есть соседи которые например могут еще и ремонт затеять в очень не вовремя и по этому случаю я испытываю злость по большому счету это как раз таки то ситуация когда мы начинаем внутри себя все время сопротивляться ситуации все время сопротивляться реальности и вот это сопротивление она мало что вызывает физично какие-то вернее негативные эмоции страх или грусть или гнев и еще что-то но на самом деле такое сопротивление оно еще вызывает большое количество напряжения чисто физических напряжений даже пребывая дома ничем не занимаясь мы начинаем очень сильно уставать именно из-за вот этих вот напряжений просто на физическом уровне оставьте пожалуйста плюсики если кому-то знакома вот эта ситуация именно с внутренним напряжением тому что мы начинаем сопротивляться реальности да да я вижу плюсики достаточно сложно нас помещает в дискомфортную ситуацию и конечно да это может вызывать негативные реакции но на самом деле мы вот это внутреннее сопротивление можем очень хорошо преодолеть и вообще как это сказать правильное взаимодействие с реальностью она начинается когда мы перестаем испытывать напряжение когда мы перестаем испытывать сопротивление и сейчас замечательно надежда относится к этому философски все правильно вот вот философское отношение это как раз такое внутреннее согласие с реальностью да это так на сегодняшний день такая ситуация и я с этим согласен у кого-то это так у кого-то может быть немножко по-другому но у нас у всех есть специальная специальная возможность вернуться в реальность и перестать ей сопротивляться и это возможность это способность у нас есть потому что у нас есть наше физическое тело по большому счету сопротивляется да 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 я вижу вы спасают занятие онлайн гузова я с вами совершенно согласна потому что есть вот эта связь есть связь со спикерами есть связь с друзьями с собеседниками с товарищами конечно эти занятия очень сильно спасает совершенно согласна человеческое тело это инструмент который всегда возвращает нас в реальность умом мы можем пребывать где угодно на шум так устроен что мы мыслями все время можем скользить из прошлого в будущее мы можем о чем-то вспоминать какие-то разговоры какие-то события или размышлять о будущем беспокоиться тревожиться потому что мы не знаем когда все это закончится каким образом развернется эта ситуация но успокоиться согласиться принять реальность перестать сопротивляться реальности мы можем только находясь в текущем моменте и наше тело это универсальный инструмент который в любой момент времени очень легко возвращает нас в реальность здесь и сейчас прошлого уже нет будущего еще нет единственно что есть это здесь и сейчас из-за и корица в настоящем за землица в настоящем почувствовать вот этот вот момент и заодно успокоиться мы можем просто-напросто вернувшись в ощущение своего собственного тела можно сейчас не включать свои камеры но мы с вами попробуем это проделать все вместе для этого достаточно перед своими экраном перед своими компьютерами удобно сесть поставить ноги параллельно выпрямить спину а для этого чуть-чуть как будто бы потянуться макушечкой к верху чуть-чуть слегка можно положить руки ладошками на бедра ладонями к верху и даже можно на буквально несколько минут прикрыть глаза и все внимание поместить в свои стопы почувствовать пол под ногами или ковер у кого что и мы можем почувствовать как наши ягодицы соприкасаются с поверхностью стула и дивана как у меня наши ладошки лежат на бедрах и в этот момент мы можем послушать свое дыхание все внимание на плавный вдох который плавно перетекает в выдох и еще один вдох и медленный выдох если где-то мы ощущаем какие-то напряжения в теле просто отпустить их понаблюдать за ощущениями даже если приходят какие-то мысли они приходят и точно так же уходят и мы к ним не привязываемся и теперь мы можем сделать чуть более глубокий вдох выдох и мы можем открыть глаза это простое упражнение возвращает нас к ощущениям своего собственного тела и буквально за несколько минут мы можем почувствовать и больше спокойствия и больше уверенности и больше равновесия легче стало да 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 напишите можно написать в чате кто почувствовал вот это дополнительное расслабление дополнительное такое равновесие можно поставить плюсики да спасибо большое это очень простой инструмент который помогает нам вернуться в реальность перестать вспоминать о том что было вижу вижу плюсики да спасибо мы перестаем беспокоиться о будущем мы возвращаемся в 10 здесь и сейчас в ощущение своего собственного тела и я вам предлагаю например в течение дня выбирать какое-то позитивное состояние которое вы хотели бы да спасибо большое вижу все плюсики которое вы хотели бы например длить на протяжении дня например в состояние равновесия или состояние радостной открытости или состояние в любое такое позитивное состояние которое вы хотели бы выбрать и вы можете выбрать позицию внимания которая будет вас которая будет вам напоминать об этом состоянии и позиция внимания может быть привязана к ощущениям тела то есть вы можете выбрать позицию внимания например, внимания на ощущениях в правой ладони, или возвращаться в течение дня вниманием в ощущениях в стопах, или ощущения в макушечке. Знаете, вот если так волосы чуть-чуть кверху потянуть, вот макушечка очень хорошо намечается. Или ощущения в позвоночнике, то есть на самом деле любая телесная позиция внимания, знаете как, в течение дня вспомнили, сделали, есть намерение сохранять спокойное состояние. Я вспоминаю в течение дня свою позицию внимания, к примеру, ощущения в правой ладошке, возвращаюсь в то состояние, которое я обозначила своим намерением, и мне гораздо проще сохранять вот эту стабильность, спокойствие и уверенность в течение дня. И вы можете попробовать это сделать вот на протяжении нескольких дней, увидите, насколько хорошо это работает. На самом деле, для чего нам сохранять контакт с реальностью? Для чего нам соглашаться или смиряться, или принимать реальность такой, какая она есть? Здесь есть один такой очень серьёзный момент. Потому что первая половина фразы звучит именно так. Реальность такова, какая она есть. Да, это так. А вот вторая часть фразы звучит... Что я могу с этим сделать? Если в данный момент реальность, скажем так, вы бы хотели, чтобы она была какая-то другая, вот этот вопрос очень полезно задавать себе на протяжении дня. И это ещё одна позиция внимания, потому что, когда вы задаёте вопрос себе, что я могу с этим сделать, причём, знаете, какая история? Вот я, например, очень нетерпелива по натуре. То есть такие вещи, когда я задаю себе вопрос, ответ уже должен быть, я не знаю, вчера или пять минут назад. Но ум работает не так. На самом деле у нас ум, интеллектуальный центр, всё время находится в движении, ему важно что-то обдумывать, ему важно быть занятым чем-то. И когда мы ему задаём вот такое задание, что я могу с этим сделать, каким образом я могу эту ситуацию прожить наилучшим образом для себя? Какую пользу я могу извлечь из этой ситуации для себя? Какой, например, дополнительный бонус из всего этого я могу получить? Это может быть абсолютно неочевидный ответ. Но если ум, скажем так, будет иметь это как задание, то у вас есть шанс получить очень и очень такой, возможно, какой-то свежий взгляд на вещи. Получить какую-то идею, получить какой-то инсайт, получить какое-то дополнительное осознание. И попробуйте это делать, возможно, у кого-то получится совершенно невероятная вещь. Потому что я знаю очень много людей, которые благодаря карантину и благодаря тому, что сейчас нет возможности активно, например, контактировать с социумом, нет возможности заниматься текущими делами, они занимаются тем, что давно хотели, не могли себе позволить, придумывают какие-то новые идеи, раздумывают о каких-то новых проектах. На самом деле подойдёт всё, что угодно. Ваш ум для вас этот ответ найдёт совершенно, как это сказать, оптимальным для каждого человека образом. Важно просто его на это сориентировать, такой фокус внимания. Что я могу с этим сделать? Как я могу получить максимальную пользу из всей вот этой сложной на данный момент реальности? Гениальные слова Рузвельта. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Поэтому, вот, не знаю, как предложение, вы можете попробовать это сделать тоже на протяжении какого-то времени. Возможно, даже поделиться где-то на Фейсбуке тем, какие идеи к вам пришли, или каким выводом вы пришли. Это может быть очень и очень интересно. Хорошо. Это первый закон, первый такой метапринцип. И мы сейчас... Хорошо, я задам вопрос. Скажите, всем ли всё пока понятно? Поставьте плюсики. Можно написать какие-то вопросы, если есть. По первому метапринципу. Спасибо большое, да. Вижу, всё понятно. Оксана, Татьяна, да, да, понятно. Хорошо, спасибо. Замечательно. И мы переходим ко второму принципу. Это принцип приоритета над частью. Он гласит... Да, спасибо большое, вижу все плюсики. Второй метапринцип гласит... Система имеет приоритет над любой своей частью. То есть в рамках благополучия любой системы она может пренебречь интересами отдельного элемента. Бывают ситуации, но это очень просто на таких социальных системах объяснять. То есть, к примеру, когда на работе, на предприятии кто-то начинает очень серьёзно нарушать трудовую дисциплину, и это угрожает, например, производительности, это угрожает работе предприятия. Ой, я поплю водички, прошу прощения, вытянулась до стакана. На работе с этим очень просто. Человек нарушает дисциплину, он начинает нарушать условия принадлежности к системе, и его просто увольняют. Если мы с вами говорим о системе семьи или рода, просто так человека исключить в принципе нельзя, потому что там принадлежность она такая, что ни одного члена нельзя исключить. Но система очень легко пренебрегает благополучием отдельных своих элементов для того, чтобы сохранить целостность и для того, чтобы сохранить саму систему. Мы с вами сейчас это хорошо видим, наши интересы в плане, например, проведения каких-то массовых мероприятий или той же самой йоги, или ещё каких-то занятий, мы, скажем так, эти интересы мы сейчас переносим в онлайн для того, чтобы не встречаться, для того, чтобы не распространять вирус или болезнь, и для того, чтобы сохранить максимальное количество здоровых людей. То есть на уровне государства, если государство считает, что нам необходим карантин, ну, значит, мы будем сидеть на карантине. В данный момент, если государство пока считает, что нам карантин не нужен, значит, мы с вами имеем определённую свободу действий и передвижения. И здесь есть очень интересный момент. Момент заключается в том, что, как ни странно, любой элемент может повлиять, вернее, скажем так, от состояния отдельных элементов зависит благополучие всей системы. Я вас хочу подвести к мысли, что на самом деле с того места, где мы находимся, той позиции, на которой мы находимся, мы можем влиять на благосостояние всего человечества. И мы можем это сделать очень простым способом. Нам достаточно просто поддерживать себя в ровном, спокойном, позитивном, радостном, эмоциональном состоянии. Чем большее количество людей будут сохранять спокойствие, чем большее количество людей будут настроены на позитив, Чем большее количество людей не будут включаться вот в эту динамику страха и беспокойства, тем больше позитива мы можем привносить, и больше положительной энергии мы с вами, каждый из нас, можем привносить в существование всего человечества. Поэтому ещё забота о своём собственном благополучии – это ещё и в большем масштабе – это забота о благополучии всего человечества. И сейчас мы немножко поговорим о том, что же мы можем сделать абсолютно очень быстро, очень, скажем так, легко для того, чтобы ещё большее состояние спокойствия мы могли сохранять. И мы сейчас немножко отступим от системных законов и вспомним о том, что каждый человек – это мало того, что система органов и систем органов, это ещё и энергетическая система. То есть мы с вами все ещё имеем, скажем так, энергетические каналы, мы все с вами обладаем определённой энергией. И даже если мы, знаете, как вирусы, мы эту энергию не видим, но мы её все очень хорошо чувствуем. Как минимум, состояние, когда у нас высокий уровень энергии, низкий уровень энергии, каждый человек может определить очень и очень просто. Мы немножко вернёмся к тому, что наша энергетическая система состоит из 14 энергетических линий, называют Гибасил Сила, в Индусах называют Нади, вся китайская акупунктура на этом завязана. И сейчас я хочу с вами поговорить о том, я не буду очень глубоко в это всё вдаваться, это не на сегодняшний день, мы просто немножко обозначим какие-то ключевые моменты. И мы вспомним о том, что у нас есть такой орган, который называется вилочковое железо. И точка называется тимус сердца. Я сейчас посмотрю, у меня тут слайд не очень виден. Вот видно здесь, у нас есть точка активная, которая называется тимус сердца. Те из вас, кто посещают у Нади Шафранович Самадева йогу, они хорошо это знают, потому что делают энергетическую, эйфоническую медитацию, энергетической гармонизации. Так вот, наш тимус сердца, вот эта точечка, она выполняет очень важную роль в организме. С одной стороны, вилочковая железа вырабатывает Т-клетки, которые поддерживают наш иммунитет, которые помогают нам справляться с вирусами и инфекциями, которые помогают нам бороться с тяжёлыми заболеваниями и даже могут блокировать раковые клетки. С другой стороны, с энергетической точки зрения, тимус сердца, он отвечает за правильное течение энергии во всём организме. И с помощью стимуляции тимуса мы можем запустить правильное движение энергии в нашем организме. Для этого можно сделать очень простую вещь, кто сейчас сидит, можно включить, я не всех вижу на видео, попробую сейчас включить. Нет, я всё равно не всех вижу. Но можно смотреть на меня, можно смотреть на картинку. Тимус сердца находится по середине грудной клеточки. Здесь есть вот такой небольшой выступчик, он хорошо чувствуется под пальчиками. И мы можем по кругу, вот очень лёгкими движениями, тимус простукивать. Круговое движение, которое захватывает некоторую область. Очень лёгкие простукивания, буквально двумя пальчиками. Это можно делать 2-3 раза в день, стимулировать свой иммунитет, свою защитную функцию. Если мы при этом ещё произносим очень простую аффирмацию. Я спокойно или я спокоен и доверяю. Вот прям на вдохе. Мы можем прям так с вами всё это и проделать. Можете смотреть на меня, да, и повторять за мной. Мы можем сделать вдох через нос и на выдохе произнести. Я спокойно и доверяю. Ещё раз вдох. Я спокойно и доверяю. И третий раз. Вдох. Я спокойно и доверяю. И выдох. Этого вполне достаточно, чтобы очень быстро, особенно если мы находимся в каком-то стрессе, особенно если мы захвачены какой-то сильной эмоцией. Вот такое простое упражнение позволяет нам восстановить правильное движение и справиться со стрессом. Потому что любой стресс, он в первую очередь блокирует тимус. То есть вот таким упражнением мы помогаем справиться со стрессом, помогаем снять напряжение, помогаем запустить энергию в нужном направлении. И абсолютно быстро, опять же, улучшить своё состояние. Так, вижу вопрос. Метапринцип – это как бы главное, это принцип, который находится над принципами. Потому что есть ещё высшие принципы, по которым функционируют родовые системы. А метапринципы – это универсальные законы, по которым подчиняются все системы в принципе. Такой большой принцип – мета-нат. А поставьте плюсики. Да, совершенно верно, Наталья написала. Хорошо наблюдать за своим дыханием, чтобы, если хочется успокоиться, правильно. Наблюдение за дыханием, вот такое лёгкое проступивание тимуса. Это всё помогает быстро-быстро выйти из стресса, перестать, скажем, выйти из захвата какими-то сильными эмоциями. Понятное дело, что когда мы захвачены какими-то положительными эмоциями, нам иногда хочется там побыть. Но если это какие-то эмоции, которые приносят нам дискомфорт, конечно, из этого нужно выходить, не обязательно там оставаться. Голова может закружиться, если вы делаете такие очень глубокие вдохи-выдохи. Достаточно просто, когда глубину дыхания немножечко снизится. Тогда, скорее всего, от этого кружится. Хорошо. И сейчас сразу же я хочу напомнить или кому-то рассказать ещё об одном упражнении, которое тоже позволяет нам принять реальность, принять себя в этой реальности, перестать сопротивляться, перестать напрягаться дополнительно и тоже справиться со стрессом. У нас это упражнение на тренинге делала целая группа, и результаты были удивительные. Молодой человек, который находился в конфликте со своей женой, и он ещё сильно беспокоился о том, какой же приём его ждёт дома по возвращению, у нас был выездной тренинг. После этого упражнения он сказал, я не понимаю, как это работает, но жена вдруг перестала на меня наезжать буквально очень быстро. Я сейчас покажу упражнение, а потом ещё расскажу такой свой результат от этого. Это упражнение тоже позволяет быстро успокоиться. Посмотрите, вот на сгибе ладошечки, вот здесь, там, где пальцы и ладонь образуют вот этот угол, рука может быть любая, правая, левая, неважно, точки, они находятся, они парные. Если мы будем вот таким образом простукивать эту точечку, я буду простукивать и параллельно рассказывать. Это точка, тонкий кишечник. Тонкий кишечник у нас вообще, в принципе, в организме отвечает за усваивание полезных элементов из пищи, из того, что мы съедаем, и заодно он помогает выводить токсины и шлаки. Но здесь недостаточно простукивать, потому что это такая часть энергетических техник, когда мы используем энергетические техники для разрешения проблем или для снятия каких-то физических проблем, у нас много разных есть. Это как часть, но её можно использовать как самостоятельное упражнение. Вот просто простукивать, а можно ещё прибавить к этому дополнительную аффирмацию. Очень простая аффирмация. Я принимаю себя целиком и полностью таким или такой, какая я есть, и люблю себя глубоко и из глубины сердца. Я попробую переключить, по-моему, я это написала. Нет, наверное. Нет, не написала. Ну, потом будет презентация, или я напишу в чат, чтобы можно было. Я принимаю себя целиком и полностью такой, какая я есть, и люблю себя глубоко и из глубины своего сердца. Можно делать от трёх до семи раз, если мы находимся, например, в каком-то сильном стрессе. Можно к этому добавлять, например, формулировку проблемы. Например, даже если я злюсь на кого-нибудь, я принимаю себя и так далее. Даже если мне сейчас, например, очень страшно, я принимаю себя. Даже если я сейчас беспокоюсь за себя или за кого-то. И стучим. От трёх до семи циклов можно сделать. Однажды у нас был запланирован тренинг, а это на три дня. Мы с Надеждой там очень много говорим. И буквально накануне я ехала в автобусе, почувствовала, что у меня начинает болеть горло с какой-то стороны. У меня не было возможности сделать полную энергетическую технику. Она такая, как это сказать, заметная. Мне не хотелось привлекать к этому внимание. Но это буквально был самый первый момент, когда я почувствовала физический дискомфорт. Я стала простукивать эту точку и повторять, даже если у меня болит горло с левой стороны или с правой, я же не помню, я принимаю себя. На третьем или на четвёртом цикле эта боль растворилась и ушла. Знаете, это удивительная история, ничего не произошло. Можно не формулировать физическую проблему, можно вообще проблему не формулировать. Просто повторять, я принимаю себя и люблю себя из глубины сердца. Я потом напишу формулировку, я думала, я её записала в презентацию, но, видимо, немножко забыла. Это удивительная вещь, которую тоже можно проделывать очень быстро, чтобы выйти из негативной эмоции, чтобы выйти из стресса, успокоиться, перестать сопротивляться реальности и сохранять своё такое равновесное, позитивное состояние, пребывать в доверии, что всё произойдёт так, как надо, что всё закончится хорошо. То есть на самом деле мы очень хорошо успокаивались. Сколько времени длится один цикл? Ну, смотрите, вот эта фраза, я принимаю себя целиком и полностью такой, какая я есть, видно на экране, я просто стучу. И люблю себя глубоко из глубины своего сердца. Всё, это цикл. Ещё раз. И люблю себя глубоко из глубины своего сердца. Полная фраза. Два и три. Вот это три цикла. Это длится, я не знаю, может быть, минута, может быть, даже 30 секунд, это очень быстро. Если вы чувствуете, что три цикла проделали, ну и как-то вам немножко ещё хотелось бы продолжить, делайте до семи циклов. Можно это делать несколько раз в день. Это позволяет примириться с реальностью, примириться с собой в этой реальности, примириться со всей ситуацией, с окружающим миром, вот. И очень быстро перестать стрессовать и выйти в такое какое-то позитивное состояние, начать искать какое-то хорошее решение, если мы в стрессе. От трёх до семи выбирайте самостоятельно. Знаете, даже если кому-то захочется простучать 10, стучите 10. Плохого точно с вами не случится. Спасибо. Если ещё какие-то вопросы будут, мы потом ответим. Третий главный такой метапринцип. Метапринцип равенства и справедливости. Ну да, конечно. Потом будет, наверное, запись Натальи, поэтому вы сможете посмотреть, если вы что-то там пропустили. Смотрите. Третий метапринцип равенства и справедливости. Он говорит о том, что на самом деле всё в этом мире должно быть компенсировано. Хорошее и плохое. И как вам сказать? Если мы смотрим с точки зрения не только системы человечества, но и с точки зрения системы всего земного шара, всей окружающей среды, всех существ, которые живут на земном шаре, знаете, какая история? Меня это впечатлило до глубины души. Это очень хорошо иллюстрирует третий метапринцип. Да, у нас коронавирус. Да, люди стали меньше ездить и, например, не могут съездить в Италию. Кто-то хотел очень сильно. Очистились каналы в Венеции. Стало меньше моторных лодок, которые работают на дизельном топливе. В каналы в Венеции вернулись дельфины, вернулись лебеди. Скажем, остановились какие-то крупные промышленные предприятия, потому что нет возможности продолжать работу из-за карантина. Очистилась окружающая среда, пространство над Китаем, очистилось пространство над Европой, воздух стал чище. Понимаете, какая вот интересная вещь? С одной стороны, да, мы страдаем коронавирусом, и это, безусловно, плохо. А с другой стороны, с точки зрения состояния природы, это где-то даже очень хорошо. Поэтому, когда мы не можем найти что-то положительное с точки зрения какой-то одной системы, нам нужно выйти за пределы этой системы. То есть хорошее решение, которое не находится внутри системы, его всегда можно найти на уровне какой-то большей системы. В любом плохом есть что-то хорошее. Ну, собственно говоря, наверное, наоборот, но это обязательно нужно учитывать в нашей жизни. И сейчас мы поговорим ещё о том, каким образом мы можем получить какую-то силу и так далее. И мы с вами поговорим о высших принципах. Высшие принципы — это законы, по которым функционируют системы семьи, рода, системы предков. Собственно говоря, те системы, к которым мы принадлежим по крови, по праву рождения, и которые нам на самом деле дают очень много или могут давать очень много сил. Чуть-чуть вспомним, отвлечёмся о том, что мы, как вам сказать, мы не просто индивидуумы, мы ещё элементы системы нашей семьи, рода. И как элементы семьи, вернее, семейной системы, мы обладаем доступом ко всей информации, которая была в нашей семейной системе. Иногда тот страх, который мы переживаем, ну вот по поводу текущей ситуации, вируса, иногда вот эти вот напряжения, сильное беспокойство, не обусловлены не только тем, что мы беспокоимся за себя и так далее, но ещё очень свежа память о том, это было буквально не очень давно, это было там даже не сто лет назад, может быть, даже немножко меньше, когда ещё не были придуманы антибиотики. Человечество всё время на протяжении всей своей истории переживало очень серьёзные эпидемии, которые уносили большое количество жизней. на нас, как на потомков нашей родовой системы, самое большое влияние оказывают семь поколений наших предков. Но такое, скажем так, самое сильное влияние на нас оказывают три ближайших поколения от нас, ну я имею в виду предки, которые отстоят от нас, то есть за нами наши родители, это первое поколение, дальше наши дедушки-бабушки, прадедушки-пробабушки, ну и так далее, пра-пра-пра, пра-пра и так далее. Просто прямых предков, мама-папа, без братьев-сестёр, без дяди и тёти, без сестёр и братьев и так далее, если брать семь поколений, это 256 человек. Это предки, которые проживали свои истории, это предки, которые проживали свои судьбы, не всегда простые, иногда это было сложно, иногда это были какие-то трагические события, в том числе и эпидемии. У нас в роду, у каждого человека в роду есть предки, которые в результате эпидемии теряли, например, детей или близких. И эти переживания, эти страхи, они, конечно же, они сохраняются в информационном поле каждой семьи. Морфическое поле, существование которого в 80-е годы доказал Руперт Шелдрейк, и благодаря которому мы можем проводить расстановки, потому что мы все имеем доступ к этому полю информации. Так вот, в этом поле есть всё. Есть воспоминания о победениях, есть воспоминания о том, что кто-то не получил помощь, кого-то не удалось вылечить и так далее. И, конечно же, мы тоже в связи с этой информацией и мы можем попадать под влияние этой информации. И, возможно, даже кто-то из вас знает, что в результате каких-то, например, инфекционных болезней у прабабушки или у прапрабабушки, или наоборот, у предков, у кого-то из предков, умерли близкие, умерли члены семьи. То есть, возможно, вы даже знаете такие истории в своей семейной системе. Если вы такие истории знаете, или слышали, что есть какая-то информация, тоже можно поставить плюсики. Но здесь я должна сказать, даже если мы ничего не знаем, потому что иногда эти события происходили, скажем, в более давние времена, информация не дошла. Это всё равно было, и, в общем, практически у каждого человека. Естественно, вот эта память предков, она в нас очень сильно активизируется, когда мы проживаем какие-то похожие вещи. То есть мы испытываем не только свои страхи и беспокойства, мы ещё и попадаем под влияние системных страхов, которые есть в отношении каких-то эпидемий или серьёзных заболеваний. Но я вам должна сказать, что есть, как это сказать, есть хорошая новость. Если мы с вами родились, значит, наши предки пережили все трудности, вышли из всех проблем, умудрились родить детей, вырастить детей, наших предков и так далее, благодаря которым мы появились на свет. Мало того, раз они уцелели, значит, они обладали качествами, какими-то качествами, которые помогли им эти тяжёлые времена пережить. Кто-то качеством решимости, кто-то был отважен, кто-то был смел, а кто-то, например, был, скажем так, излишне подозрителен, и это тоже спасло ему жизнь. Качества могут быть совершенно разные. Факт в том, что все эти качества послужили выживанию, послужили преодолению трудностей, и мы с вами, как потомки нашей семейной системы, мы имеем право на всю любовь, которая есть у наших предков по отношению к нам, нашим потомкам. Мы имеем возможность получить доступ практически к любому качеству, которого, ну, как нам кажется, вот в данный момент нам не хватает. Кому-то спокойствия, кому-то устойчивости, кому-то принятие, кому-то качество, которое позволяет договариваться с окружающими. Кому-то не хватает, например, качества замечать радостные моменты, то есть на самом деле, если вы сейчас подумаете вот о любом качестве, даже которое, например, не связано с этой вирусной ситуацией, вообще по жизни, если вы вдруг подумаете, что вот вам хотелось бы обладать каким-то вот качеством, которого, ну, вот у вас нету или не хватает, или оно не развито в какой-то должной мере, вы можете быть на сто процентов уверены в том, что среди ваших предков обязательно были те, кто вот этим качеством обладал в полной мере, получал от него много плюшек и бонусов, и хорошая новость, она заключается в том, что на самом деле любовь, силу и любое недостающее или нужное нам качество мы можем получить у предков. Для этого нам достаточно к ним обратиться за таким качеством, испытывать уважение к судьбе предков и испытывать благодарность за то, что к нам, их потомкам, пришла искра жизни через века, через года, через поколения предков, которые жили, рожали, растили своих детей и так далее, и так далее, и так далее. И эту искру жизни мы передаём своим собственным, детям, внукам и так далее, которые вслед за нами появятся и уже появились. И у нас уже скоро мы подходим к завершению, и я предлагаю вам сейчас подумать о том, о том качестве, которое вы хотели бы получить или которого вам не хватает, которого вам хотелось бы попросить у ваших предков, подумать, обозначить его как-то. Например, умение замечать маленькие радости или умение на что-то там не раздражаться, или умение сохранять спокойствие и доброжелательность. Подумайте, вот буквально там, я им минуточку дам, подумайте о том качестве, которого вам, ну, как вам кажется, не хватает, и вы хотели бы получить, попросить у предков. Мы сейчас с вами будем проделывать очень интересные детали. И я вас попрошу поставить плюсики, если вы уже подумали об этом качестве и выбрали, какого качества вам хотелось, какое качество вам хотелось бы попросить у предков, я попрошу вас поставить плюсики в этот чат. Вот, терпение толерантно, замечательно. Спокойствие. Да-да-да. Можно даже не писать, какого качества вам не хватает, вы можете просто написать плюсик, что вы его для себя обозначили, что вы знаете. Стрессоустойчивость, решительность. Прекрасно. Прекрасно. Угу. Хорошо. Хорошо. Теперь, когда мы выбрали вот то качество, которое мы хотели бы попросить у предков, я предлагаю вам еще раз сесть перед вашими компьютерами или просто в удобную позицию на стульчике или там у диване, где вы сидите. И можно прикрыть глаза. Еще раз почувствовать стопы, которые плотно стоят на полу. Я постараюсь не делать, не снижать громкость голоса, чтобы всем было хорошо слышно. и теперь с закрытыми глазами про себя вы можете произнести мои дорогие предки. Я... Назовите ваше имя. Я про себя скажу. Я Татьяна. Я Людмила. Я Надежда. Я одна из ваших последних потомков. И, возможно, у кого-то, у кого хорошо развито качество визуализации, вы даже сможете увидеть кого-то перед внутренним взором, кого-то из ваших предков или даже нескольких. Много. И вы можете сказать им «Я плоть от плоти вашей. И в моих жилах течет ваша кровь. И в моей жизни сейчас есть трудности, с которыми я пока не могу справиться. И я прошу у вас, мои дорогие предки, дать мне качество, силу вот такого качества, которое вы для себя определили. Качество радости. Научиться прощать. Качество спокойствия. Оптимизм. Решительность. То, что вы для себя выбрали. И я прошу вас дать мне это качество. Немного. Или даже много. Как вы того пожелаете. И вы можете мысленно поднять ваши ладони кверху и представить или почувствовать, как энергия, как сила этого качества каким-то образом входит в ваши ладони. Для кого-то это будет визуальный образ, луч или облако, или какой-то, возможно, предмет. так, как вы это себе представляете. И вы можете немного побыть в этом. Для кого-то, возможно, это просто будут какие-то ощущения в ладонях, тепло или мурашки. или наоборот, какая-то прохлада. Так, как вы это себе представляете. И теперь вы можете опустить ваши руки, мысленно приложить их к груди и сказать спасибо большое мои дорогие предки за эту силу и за это качество, которое я от вас сейчас получила или получила. И даже мысленно поклониться. Спасибо. Спасибо. И теперь мы можем с вами снова сделать чуть более глубокий вдох. И на выдохе открыть глаза. Вы можете написать в чат, кому удалось почувствовать или визуализировать какой-то образ, как к вам приходит эта сила. Я смотрю, уже есть плюсики. Здесь нету каких-то правил. Здесь каждый может это почувствовать абсолютно по-своему. Кто-то визуально, кто-то через ощущения, возможно, кто-то через звуки. Я вижу, Татьяна написала, тепло в ладонях, было хорошо, тепло в груди, спокойно. Да. Да. И секрет в том, что на самом деле предки всегда с радостью отдают нам силу. Или дарят нам эту силу или качество, которое нам необходимо. Потому что мы потомки, мы всегда маленькие по отношению к нашим предкам. Вот, тепло в ладошках, даже горячо. Здорово. Отлично. Знаете, можно вот таким вот образом, не обязательно говорить такие же слова, которые произносила я, это слова протокола. Можно обращаться абсолютно своими словами. Очень важно просить эту силу именно с позиции маленького. Очень важно благодарить за эту силу. И очень важно высказывать ещё или выражать уважение к судьбе предков, потому что если бы они не прожили свою жизнь так, как они это сделали, то, знаете, как в каком-то известном фильме было, она с вами бы здесь просто не сидела. Поэтому они всё сделали правильно. Так что это можно делать совершенно самостоятельно в тот момент, когда вы почувствуете, вот что вам не хватает силы или качества. Спасибо большое. И именно вот на этом моменте я хотела бы завершить нашу лекцию. Поблагодарить вас за внимание, за то, что вы такая прекрасная аудитория, так хорошо отзывались и выполняли упражнения. Очень приятно. Я отвечу на вопросы. Можно, наверное, уже задавать вопросы вслух, если у кого-то есть, или писать в чате, потому что я хорошо вижу чат. Татьяна, я попрошу вас, может быть, прекратить демонстрацию экрана, чтобы мы видели всех участников. Может быть, так будет ещё... Сейчас попробуем. Можно вопросы? Да. Может быть, вы что-то сможете нам чуть-чуть рассказать и намекнуть. Что такое шестое чувство? Так всегда меня интересует этот вопрос. Что такое шестое чувство? Обычно шестым чувством... Так, я сейчас останавливаю демонстрацию, походу. О, всё, всё прекрасно. Обычно под шестым чувством подразумевают интуицию. Или возможность, скажем так, предугадывать какие-то события или какое-то течение, не знаю, каких-то вещей или что-то, то, что будет происходить. То есть, знаете, я вам должна сказать, любой человек обладает таким качеством, которое называется эмпатией. Мы все таким образом устроены, что мы очень хорошо сонастраиваемся с другими людьми. Особенно хорошо мы сонастраиваемся с теми людьми, с которыми мы чаще всего общаемся, то есть с близкими. И вот точно так же можно сонастраиваться с какими-то событиями, можно сонастраиваться с окружающим миром. У кого-то вот хорошая интуиция или хорошая эмпатия, она врождённая. А кто-то, ну не то чтобы она плохо развита, я бы сказала не так, кто-то не очень себе доверяет. Как правило, есть люди, которые, скажем так, ориентируются только на какие-то материальные вещи и на какие-то тонкие ощущения предчувствий, не очень ориентируются. Но это всё развивается, есть много всяких упражнений. На самом деле для того, чтобы чувствовать или, скажем, развивать интуицию, нужно хорошая связь со своим телом и нужно научиться останавливать поток мыслей, потому что ум всё время перехватывает вот этот поток, пытается нам что-то рассказывать или объяснять, или, не знаю, за что-то там беспокоиться. Так вот, когда у нас ум молчит, у нас есть хорошая связь с телом, ну, значит, тогда он может проявиться вот это качество интуиции. Есть огромное количество практик, начиная от самадева-йоги, которую Надежда ведёт, можно приходить на расстановки, они у нас будут онлайн, потому что в этом поле мы все в такой большой самонастройке друг с другом находимся. Можно ещё какие-то упражнения найти, вот, но это развивается. Вопрос интересный. Вот с этим умом-то, конечно, так трудно оставить его. А как же без ума-то? А что-то вообще? Вообще без ума останемся или что будет-то? Знаете, какая вещь? Всё должно быть на своём месте. Эмоции, в смысле чувства, должны чувствовать, тело должно, мы должны хорошо, как это сказать, быть в связи с ощущениями тела, ум должен быть занят там своей определённой работой, придумывать идеи, разрабатывать какие-то там, я не знаю, способы или ещё что-то. То есть, когда у нас ум хорошо работает, правильно работает, не хаотично, когда у нас в уме не вертятся обрывки разговоров, какие-то воспоминания или ещё что-то, совершенно хаотичный такой поток ума или поток мыслей, когда у наших мыслей есть определённое направление, а это, между прочим, очень затратная деятельность, хорошо и качественно мыслить. Вот тогда мы гармоничны во всех своих проявлениях. Ум думает и обдумывает, эмоциональный центр чувствует, в теле есть ощущения, или тело двигается и так далее, то есть удовлетворяет потребности тела. Всё должно находиться на своём месте. Правильно ли я вас понял, что нужно избавиться от глупого ума и приобрести хороший? Знаете, я очень, скажем так, осторожно отношусь к слову «избавиться», потому что «избавиться» — это для меня синоним «исключить». Нет, исключать ничего не нужно, избавляться ни от чего не нужно. Нужно трансформировать. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас я открою чат, подождите секундочку, прочитаю. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня пришли и слушали. Вы знаете, там очень простой текст. Если хотите, я его напишу где-то в чат, буквально это пару фраз. Там не нужно быть досконально точным, но я это напишу. Пожалуйста, если вы будете делать и вы хотите, никаких вопросов я напишу, с какими фразами хорошо обращаться к предкам. Конечно. Может быть, ещё у кого-то какие-то вопросы есть? Вы можете нажать на микрофончик внизу и его озвучить. Или написать в чат. Татьяна, а где будет то, что вы написали? Напишите. Это вопрос к Дарье. Я так понимаю, у вас есть какой-то отдельный чат. Есть какая-то отдельная... Даша, помогайте. Я не знаю. Татьяна, я помогу. Презентация, которая сегодня была, мы её поставим в статью, поэтому туда будет дополнен слайд, в котором будет написана эта фраза. Прекрасная идея. Спасибо. Хорошо. То есть это будет в чате УЗВ, я так поняла, да, Надя? Это будет в статье на сайте УЗВ. Статья о том, как прошла эта лекция. Там будут фотографии сегодняшние, скрины с экрана. Будет презентация, не знаю, наверное, видео. И видео там же будет с этой лекцией, поэтому там можно будет это всё возобновить. На крайнем случае вы сможете по видеозаписи ещё раз послушать. Знаете, у меня сейчас ещё очень большая просьба. Если можно, включите, пожалуйста, свои камеры, чтобы можно было видеть лица и сделать кадр, вот потому что много людей, это очень приятно. Татьяна, извините, пожалуйста, там ещё просто был один вопрос. Ещё вопрос. В общем, мы отрымливаем додатковую анюльскую подрымку. Так, спасибо вам большое за аффирмацию. Так, как часто можно обратиться за помощью к предкам? Задает вопрос Людмила пригожает. Сейчас, сейчас, секунду, я посмотрю, не вижу. Сейчас найду этот вопрос. Как часто можно обращаться за помощью к предкам? Так часто, как вам необходимо. То есть вот вы чувствуете, вот вы хотели бы, обращайтесь, здесь нет никакой, как это сказать, заданной программы. Хоть несколько раз в день, хоть каждый день, хоть утром, в обед и вечером. Обращайтесь вот так, как вы, чем чаще мы к предкам обращаемся, тем больше любви и поддержки мы имеем от своего рода, от своих предков. Это очень хорошо. На самом деле, вот мы когда делаем расстановки, у нас есть такое целое созвездие расстановок предков, предки всегда очень, как это сказать, с большой радостью отдают нам вот эту энергию. Тем более, мы и так ее имеем по праву рождения, только не всегда мы в контакте с этой энергией. А вот такая практика, она позволяет нам восстановить контакт с этой энергией, с этими качествами. Так, что там у нас еще есть? Два сообщения. На Фейсбуке, да, наверное, не знаю. Да, да, будет, мы ответили, что на Фейсбуке, конечно, будет и статья на сайте, и продублируем в социальных сетях, и в Одноклассниках, и на Фейсбуке. Ну что, сделаем тогда общую фотографию, пожалуйста. Было бы здорово, я просто вот...